Где она? Где-где? Каюта номер... Каюта номер один. Вот она. Заманчивое предложение. Приходи в каюту номер один. Код 1869. 1869. Сработало! Спасибо тебе за коммент, чтобы я почитал эту заметочку. Чё у нас тут есть? КПК ещё один? Оу, кепка есть! Интересно, я могу её надеть? Блин, синяя кепка несовместима с защитным костюмом. Ну подожди, а если я костюм сниму, хорошо. Радиация меня начала убивать. Подожди, 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 я пошутил. Давай наденем костюм обратно. Кепку мы наденем у меня на борту. Мягкая игрушка, обжорка. Ну, в принципе, всё. Каюту один мы с тобой осмотрели. Нашли с тобой прикольную игрушку и кепку. Кстати, ты писал комментарий о том, что я не собираю плакаты. Я про них совсем забыл. Давай вот заберём этот постер. Такой у меня плакат есть, ну давай тоже возьмём, пусть будет. Вот этот классный вообще. Ну что ж, давай попробуем надеть нашу кепочку. Снимаем, значит, шалем, костюм, перчатки. И пробуем надеть кепочку. Что-то не получается, слушай. Неужели надо и ласты снять? И акваланг? Ну-ка, кепка давай. Блин, не одевается всё равно. Блин, её походу только просто положить можно, да, смотри. Пришло время раскидать плакатики. Так, здесь мне некуда, в принципе, повесить. А если вот здесь в проходе? Ух ты! Круто, давай в проходе. Это будет офигенно классно. Только напротив Авроры, вот здесь вот. О, да. Будет смотреться, словно это какая-то галерея выставочная. Хм, два одинаковых? Нет, спасибо, уберём отсюда. Во! Вот это нормас. Ну что, по-моему, круто получилось. Игрушку-кепку положим сюда, рядышком с маленькой Авроркой. Радио мигает. Давай послушаем, что нам скажут. Говорит спасательная капсула 7. Координаты прилагаются. Капсула структурно цела, но изготовитель накрылся. Прошу помощи, капсула 7. Конец связи. Координаты сигнала повреждены. Приблизительное расположение источника передачи записано в базу данных. Капсула 7 затонула на глубине до 200 метров на пустыре с низкой экологической активностью. Источник передачи примерно в 1 километр к юго-западу от кормы Авроры. О, кайф, я понял, выдвигаюсь. Площадка Тони Старка. Дрончики, фончики. Мне нужно сделать мотелёк. Спасибо, дрончики, буду вам обязан. Заплываем в наш цех моделирования. У меня как раз там модули есть, которые мы в Авроре собрали. Блин, вот эта система периметрической защиты требует полианилин. Блин, я не умею такое делать. Фигово, прям очень фигово. Ладно, чё, без защиты поплывём. Итак, вот мы у движков, у кормы Авроры. Теперь нам нужно плыть к юго-западу. Кстати, именно здесь меня впервые в жнеце кусанул. А юго-запад это как раз именно к жнецу плыть. Чё рискнём? Поплывём? Угробим ещё один мотелёк? Или как? Или чего? Ух ты! Чё это за штука такая? Ну-ка, давай выплывем, соберём. Фрагмент двигателя циклопа. Отлично! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри, жнец плавает! Жнец плавает! Уйди от меня! Мотыляра, спасайся! Уплывай как-нибудь каким-нибудь макаром. Прячемся от жнеца. Блин, нет, мотылек, да что ж... Твою ма... Как же ты меня бесишь. Их тут чё, два плавает, что ли? Вон, второй плавает. Нифига себе, их тут двое. Так. Чё? Ой-ой-ой, прячемся, прячемся, прячемся. Прячемся здесь. Не-е-е. Плохая была задумка вообще плыть на юго-запад. Давай будем плыть вот так вот и прятаться в обломках. Ты мотылек-то мой отпусти. Вон он, мотылек мой. Братиш, я к тебе плыву. Это все, что от моего мотылька осталось. Я могу это как-то забрать, я не знаю, собрать. Ничего меня жизнь не учит. Мотыляра, ты прости уж, бедный мотылек. Капец. По-хорошему мне бы сейчас выплыть как-нибудь. Сколько здесь всего. Я, конечно, вообще безбашенный. Проплыл двух жнецов и плыву дальше на восток. Нафига я на восток плыву, если мне надо на юго-запад? Надо бы вот эту штуку в воздушный пузырь достать. Она мне сегодня пригодится по-любому. Воу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Как больно-то. Слушай-ка, очень больно. Короче, я вернулся на базу. Меня эти жнецы выбесили конкретно. Сейчас мы с тобой кое-что замутим. Мы вернулись к вот этим вот яйцам. Взять гелеобразный мешочек. Это ж ты про него, кстати, говорил, чтобы сделать аэрогель. Кстати, этот гелеобразный мешочек можно еще и скушать. Воу-воу-воу-воу. Ты посмотри, он заражен. Он весь в зеленой вот этой лабуде. Очень жутковато ты выглядишь, товарищ. Может, тебя просканировать? Какая рыбешка, интересно, попалась. А ну, отцепись от меня, гипнотизер долбанный. Вот она. Вот она эта капсула-7. Нашел ее. И без мотылька. Что у нас здесь есть? Машинка. Круто. Колба для образцов. КПК. Игрушка, необычная кукла. Кепку берем и быстро всплываем. Пузырь, выручай. Ты мне нужен. Так, у нас появился новый ресурс. И это аэрогель. Восстань, мой громадный краб. Во время первого управления костюмом краб вполне нормально испытывать чувство безграничной мощи. Операторы краба проходят несколько недель обучения для нейтрализации данного явления. Вам же придется самим научиться держать себя в руках. Оу, да. Как я долго этого ждал. Крабик, мой крабик. Здравствуй. Заходим. Добро пожаловать на борт, капитин. Спасибо, мой крабик. Вау. Вау. Ты слышишь, как он топает по морскому дну. Жесть. Интересно, а если я вон туда сейчас подплыву, меня подцепят? Вау. Вау. Жесть. Вот это мощь. Реально круто. Так, крабик, иди сюда. Давай попробуем взлететь. Кажется, меня цепляют. Ништяк. Значит, перекрашиваем нашего краба просто в черный мстительный цвет. Название ему я напишу не краб, а кайдзю. С японского это переводится как чужак. Обычно так инопланетян называют. Что по поводу модулей. Нам нужно обязательно сделать с тобой руку захват. Бур, к сожалению, я еще полностью не собрал. Ну и теперь я наконец-то могу сделать торпедную установку. Потому что появился аэрогиль. Делаем торпедную установку. Оу, кажется, жениться у нас станет хана. Отомщу ему за всех моих мотыльков. Знаешь, в чем прикол? Весь прикол, что у меня нету магнетита, чтобы сделать вихревую торпеду. И нету газового фолликула, чтобы сделать газовую торпеду. То есть смысл от торпедной установки пока что, ну как бы, его вообще нет. Во! Доступ к улучшению так получается открыть. Кидаем, значит, сюда на руку ему торпедину. Посмотрим, как это теперь выглядит. Воу! Рука-базука просто! Шикос! Вопа! Торпедка полетела. Торпедка полетела. Нифига себе вихрь. На самом деле зря это сделал. Я впустую потратил две вихревые торпеды. Но толку от этих вихревых как бы, ну, не совсем так уж и велик. Они просто засасывают себя. Притягивая все, что можно. А вот газовая, она-то наносит дамаг. Не успел я сделать, коробок как у нас радио запиликало. Че там у нас опять? ГТД Ю У У, говорит спасательная капсула 2. Координаты прилагаются. Мы уже прошли безопасную глубину и теряем кислород. Нам придется всплыть на поверхность, но это 500 метров строго вверх. Мы доберемся до точки сбора и будем держать вас в курсе. Ю У, конец связи. Местонахождение сигнала загружено в КПК. Отлично! Путешествие на Краби! Пошли! Поскольку мотылек у меня сожжен, делать я его снова не хочу. По крайней мере сегодня. Прогуляемся на Краби. Поперли! Тони Старк в деле! Как... Потерялся я. Конечно, Краб медленный и не очень уворотливый. Но что поделать. Прогулочка, как говорится. Так, 1700 метров. Нам надо вон туда. Кстати, на Краби мы как раз можем опуститься на глубину 500 метров. Потому что максимальная его погружаемость 900. Ну что, пупщики? Золодеи! Как вам мой Краб? Чего вы на него не нападаете? А ну иди сюда вот так у тебя. На! В челюсть тебе! Чего, засал, да? Теперь не такой смелый. На мотылек ты нападал. Ой-ой-ой как. Воу-воу-воу. Кажется здесь очень глубоко. Ну что, полетели? Давай попробуем верхом напрыгнуть на этого плавающего. А ну иди сюда, сейчас я на тебя прыгну. Что я тебе говорю? Прикольное место, слушай. Очень нравится. Где-то здесь затонула капсула 2. 300 метров в глубину надо опуститься еще. Вот эти водоросли жуткие, меня очень напрягают. Мне кажется, что мы сейчас здесь кого-нибудь встретим. Классного. Смотри, кто там плавает. Я думаю, что это жнец. Такой длинный, большой. Или это не жнец? Это что-то другое, слушай. А вот она, наша капсула. И там тоже кто-то бродит. А это что за фигня? Товарищ, ты кто такой? Ты что, мегамозг что ли? Оно отошло от меня! Плывите к поверхности! Да как я поплыву, он меня обесточил. Я не могу ничего сделать. Ты где, э? Мегамозг долбанный. Вот ты плыви туда. Я его хотел, конечно, цапнуть. А может быть еще раз попробовать? Сколько у меня процентов? 79%? Это нормально. Смотри, как он ползает, как паучара. Ну-ка, иди сюда, пупсик. А он, кстати, меня не собирается трогать. Ооо, короче, я понял. Если я его ударяю, он делает электрошок. Достаем сканер. Хочу его сканер. Как больно-то, е-мое. Что это за фигня такая? Ха, промахнулся. Блин, тут еще и долбанный телепорт. Короче, вот она капсула. Мы на месте. Где здесь зали... Ой, меня, кажется, телепортнули. Что-то меня к себе притянул, что ли? Отстань от меня. Он меня... Я думал, я в крабе, он меня из краба вытащил. Офигеть. Так, вижу КПК. Забираем. Вот он. Кальмара-краб. Данный крупный хищник обитает на глубине, скрываясь среди маслянистых водорослей и мембранных деревьев в поисках добычи. Он может испускать мощный электромагнитный импульс в целях самозащиты. Десять конечностей имеет различные придатки для плавания, ходьбы, охоты и, возможно, даже использования инструментов. Поведение. Скоты и прочие светящиеся существа являются его обычной добычей, поэтому он приближается и атакует источник света. По поводу интеллекта. Кальмара-краб с виду имеет большой мозг и сходство со земными разумными кальмарами. Орган в голове существа на самом деле его желудок, который ему необходимо наполнять с пугающей чистотой. И самое главное, здесь написано, что нейтрализует электрооборудование и свет привлекает его. Короче, понятно, если в следующий раз я его увижу, надо свет вырубать, вот и все. Ну вот мы и доковыляли на наших жестяных ножках до дома. На этом выпуск подходит к концу, тебе спасибо, что смотрел. Не забывай поставить лайк, а также оставь свой крутой комментоз под видос. И не забудь подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok